Встреча с Новороссией Встреча с Новороссией Встреча с Новороссией Встреча с Новороссией Тем не менее, учитывая репутацию этого издания И учитывая, что в Европе уже очень давно назрела проблема С многими людьми, которые исповедуют ислам Исповедуют, может быть, не в традиционном стиле А исповедуют как-то с определенным уклоном Эта проблема достаточно давняя То есть и в Германии уже поднимался вопрос Что политика мультикультурализма давно провалена И на этой теме были определенные уже заявления И молодежь опять стала вспоминать Неславное прошлое Германии И так далее Сейчас это перекидывается на Францию И вполне понятно, что после всех этих событий Националистический всплеск Странных Евросоюза Он будет достаточно высокий И, скорее всего, Европейский Союз Сейчас будет сколачивать очень быстро И так вот на коленке, как скворечник Будет сколачивать новую антитеррористическую группировку Которая, конечно же, будет призвана найти источник Этого жесткого экстремизма Естественно, благими намерениями Все это дело подавить и загасить Я боюсь, что, вот вы правильно так пошутили На чему визитки Рамзана Кадырова Я боюсь, что учитывая, что они планируют Судя по всему, втянуть туда и нашу любимую Грузию А в Грузии, как мы знаем, есть некое Панкинское ущелье Стратегически важная очень такая зона Которая граничит с нашим Северным Кавказом И с учетом того, что в последнее время Именно из Панкисии огромное число людей Уезжает в Турцию на заработки Потому что там нечего делать, там нет работы Там нет нормальных условий жизни Государство об этом не заботится Люди уезжают в Турцию на заработки А дальше волшебным образом они обнаруживаются в Сирии Бородатые, с определенными призывами И все как мы любим И в последнее время, да, шли угрозы Страны этих вот людей, которые с Грузии туда направились И в отношении России, что Мы все-таки с вами поквитаемся за 2008 год Но уже и в отношении политических лет Грузии То есть очевидно, что Грузия будет стянута В эту антитеррористическую группировку У нее просто не будет выбора Учитывая, что просить будет, скорее всего, Франция Учитывая отношения Ванишвили с Францией Как бы вариантов у Грузии особо не будет И понятно, что Грузия станет плацдармом Откуда наши великие европейские друзья Знаменитые, да, может быть и американские друзья Начнут, естественно, искать Где же все-таки находится этот источник экстремизма Боюсь, что случайным образом Они увидят его на нашем Северном Кавказе А учитывая, что Рамзан Кадыров Если он действительно их провоцировал многими своими заявлениями То я боюсь, что он и станет главным злодеем За которым в итоге будут, понимаете, охотиться Всем добрым, таким порядочным миром Что касается еще самих европейцев Вы сказали, что они не хотели воевать с Россией Что их втягивает Соединенные Штаты Америки Вы знаете, Европейский Союз Это неоднородная такая очень структура Страны разные Оланд, как раз незадолго до этих трагичных событий Действительно стал говорить о том, что хватит давить на Россию санкциями Что страдает и Европейский Союз И надо уже как-то эту ситуацию решать И действительно, да, странным образом вспыхивает Вот эта вот непонятная совершенно провокация Но теми имени Ангела Меркель Которую традиционно считали в хороших отношениях с Владимиром Путиным Если вы помните, чуть ли не самолично привела Нового генерального секретаря НАТО Она просила за его кандидатуру По-моему, и Великобританию И Соединенные Штаты Америки Насколько мы знаем, господин Столтенберг Отличается ей, мягко говоря, антироссийской позицией Причем отличался ей достаточно давно Спрашивается, почему Ангела Меркель традиционно Вроде как друг Российской Федерации Владимира Путина вдруг принимает такое решение В Европе все очень неоднозначно Но я, скорее всего, соглашусь Хотя я не очень все-таки люблю теорию заговора Некого, да? Но я, скорее всего, соглашусь в том Что вот эти провокации, которые происходят И на украинском театре действий И то, что сейчас происходит в Европе Что, скорее всего, это связано Более того, может быть, мне кажется, многие посчитают параноиком Но и события в Гюмри, которые, как вы знаете, сейчас происходят Российские военнослужащие совершил преступление В деле столько странных, непонятных абсолютно моментов Что невольно приходит на ум Что нет ли и здесь некой провокации Да, убито шесть человек Это трагедия безумная Но все равно складывается впечатление Что что-то вот здесь, знаете, не совсем так Куча вопросов Причем не только у меня И у многих армянских думающих блогеров Очень много вопросов к этой ситуации Что мы видим? Вспышка в Европе Которая приводит уже к всплеску националистических настроений Естественно, антитеррористическая коалиция Она будет обязательно сформирована Мы видим опять инцидент на украинском театре действий Что, безусловно, по России сейчас будет бить очень и очень Особенно ввиду заявлений Сергея Лаврова И мы видим сейчас серьезное обострение В Гюмри Вы же знаете, что там сейчас жгут российские флаги Армяне выступают за то, чтобы убрать Российскую военную базу В итоге из этого места То есть все это вместе выглядит Как действительно некое кольцо провокаций Которое просто сжимается вокруг горла Москвы Но опять же, если исходить из теории, что все-таки это взаимосвязно Многие считают, что это абсолютно разрозненные процессы Не надо все скидывать в один котел Европа-Европа, да? Да Даночка, вот по поводу разрозненного процесса Еще, по-моему, летом Мубарак Хусейн Обама Официально заявил о том, что В мире сегодня существует Три явных и самых страшных угрозы Это ИГИЛ Россия и Эбола И вот после этого Тут все как на пирамидочку детскую Нанизываются вот эти колечки Вот все, что после этого происходит Оно все вкладывается вот в это русло Да, я здесь, пожалуйста, соглашусь Тем более, Барак Обама, конечно, умеет формулировать Свою мысль так очень красиво Все сводим к тому, что есть некая чума С которой надо бороться Составляющая, да? Но даже если действительно в этом есть некий план Стратегия То я думаю, что, к сожалению или к счастью Тут зависит от политических убеждений людей Я думаю, глобальная цель этой стратегии Даже не Россия В принципе, кому Россия сама по себе мешает? Да, но лежит огромный кит на карте Дает газ, нет, ну пойди плохо Я боюсь, что проблема в Владимире Путине И что все вот эти вот действия Которые сейчас происходят Провокационного характера в том числе Они в первую очередь направлены на то Чтобы Владимир Путин перестал быть Президентом Российской Федерации Окончательно эту мысль наводит И выступление Владимира Ходорковского Ой, прости, Михаила Ходорковского Прошу прощения 24 декабря, кажется, он в юбилей Как он вышел из тюрьмы Он сделал очень интересное заявление Причем было видно, что он читает с листа Вот даже если посмотреть по зрачкам Что он читает, смотрит в камеру Читает, смотрит в камеру Вот это вот его провокационнейший Такой вброс в инфополе Показывает, что вот эти такие мелкие наметки На некое свое будущее политическое Он уже прокладывает Спрашивается, кто стоит за Михаилом Ходорковским И кто же ему написал этот текст на листике Который он читал, да, и так далее То есть сейчас действительно будут Некие гиполитические процессы Внутриполитические процессы в России Которые, по сути, будут подводить к одному Что Владимир Путин Которого европейцы, я думаю, рассматривают Как немножко неподконтрольного Сумбурного несколько политика А это очень удобно иметь такого соседа Совершенно непонятно, что он выбросит На следующий день Какое поведение будет, какая реакция Конечно, им выгоднее Чтобы президент был немножко другим Более договороспособным, более мягким Человеком, который способен где-то прогнуться Скажем так, более политически активен Скажем так И, к сожалению, если это действительно некая цель То мы действительно сейчас будем видеть Даже те зоны, где Россия утвердила Свою какую-то победу, как Армения Например, все-таки в Российский Союз Страна вступила и так далее Мы сейчас будем видеть систематичное поражение Российской стратегии И, к сожалению, российская дипломатия Пока не может реагировать, на мой взгляд Быстро на все вызовы сразу Российская дипломатия может реагировать Я думаю, на один, максимум два вызова Вот она сосредоточилась И вот она этим занимается К сожалению, когда это все вспышками идет Такими, российские дипломаты Несколько теряются А Сергей Лавров не может быть одновременно везде Он не может одновременно заниматься Украиной Европой, да Теперь еще Арменией Понятно, что один в поле не воин Надана, ну, честно говоря Вот из того монолога Который сейчас прозвучал Я выудил самое жуткое Это то, что мы, в общем-то Получаем в будущем Не просто пятую колонну О которой многие говорят внутри России А огромное количество, скажем, адекватных, нормальных, патриотичных людей Бизнесменов, прежде всего Политиков Второго, третьего звена Да и первого эшелона Которым просто говорят Ребята, вот все будет хорошо Россию не обидят Вы свое все получите Останетесь при своих И деньги ваши в офшорах сохранятся И вообще все будет классно Но нам нужен податливый, мягкий Если не Миша Ходорковский Давайте Дмитрий Анатольевич пока Медведев поводят, а потом они Дмитрия Анатольевича сожрут быстренько И поставят все равно Ходорковского Или еще какой-нибудь Ходорковского Вот Ну даже этого, господи Немцова какого-нибудь Чем смешнее клоун, тем здоровее Потому что человек поедающий галстуки Был президентом Грузии И ничего народ терпел Сейчас грузины понимают, да Кто у них правил Муж американской гражданки Так вот и в России могут тоже Мужа какой-нибудь американской гражданки поставить Россия все-таки, конечно, не Грузия И здесь, мне кажется, намного сложнее Потому что, конечно, если где-то За бугром, что называется Готовится некий человек Который им видится будущим президентом России То есть, совершенно очевидно Что наши спецслужбы Тоже, знаете ли, не спят мирным сном И мирно все это наблюдают Безусловно, разрабатывается контрстратегия И по защите действующего президента И, скорее всего, разрабатывают стратегии Как не допустить Чтобы пришлые, как некие фигуры Подпитываемые деньгами Запада Заняли в итоге президентское кресло Российской Федерации Все-таки здесь, мне кажется Система сложнее и многограннее Но чем больше вызовов Геополитических вызовов Будет сегодня перед Владимиром Путиным И путинской Россией Тем слабее в некотором плане Становятся позиции Нашей группы защиты От внешнего влияния Назову это так Потому что экономический кризис Народ уже действительно Начинает потихонечку понимать Что, знаете, вот колбаски-то хочется Да и маслица хочется Да и вообще как-то я привык Покупать себе хорошую технику Сейчас все это взлетает В два-три раза Народ поднимает уже такую первую волну Геополитические вызовы продолжают Один за другим Начинается серия поражений Если была когда-то серия побед То сейчас мы вступаем в следующую фазу Это очень сильно давит И внешне, и внутренне На главу государства И, честно говоря Мне пока сложно представить Как вот в этой ситуации Давление с обеих сторон Какое решение будет принято Потому что, естественно Что сейчас нужно Некое изящное, красивое решение Не как когда-то Красивая победоносная война Это уже, понятно, проигранный сценарий Лучше этими заниматься Но какой-то вот красивый такой жест Он России сейчас необходим И мне трудно предположить На данном этапе Будет ли этот сценарий реализован И что Владимир Путин выберет Для такого сценария Ну, грустно, конечно Что я не Владимир Путин И я могу только вот предполагать Его шаги Но чем вот он и отличается Это своей непредсказуемостью И аллогизмом В тех ситуациях Когда, казалось бы Уже идти некуда Вот только сюда И вдруг появляется такой вот Путин в образе Александра Македонского И разрубает Гордиев узел Вместо того, чтобы его долго И мучительно развязывать И вот по большому счету Сегодня все нормальные люди Вот нашей ориентации Они ждут от Владимира Путина Именно таких шагов Которые не приведут К третьей мировой войне Не взорвут мир И не поставят на всех На грань выживания Но тем не менее Спасут и власть в России И народ России И народы, которые живут Вокруг России А вокруг России Весь остальной мир На периферии там существует Как-то вот Главное, что вот Великая Россия есть Да, там периферия Бог с ней как-нибудь Она выживет Но главное, чтобы к нам не лезли Да, вот это мнение Основное количество россиян Ведь по большому счету Мы всегда так думаем Что вы к нам лезете Вот мы к вам не лезем И вы нас не трогаете Будете нас трогать Будет как в 812 Как в 45 Вот главное Да, вот наша доброта Российская Именно в том Что не лезьте к нам И не будет вам горя Но будем надеяться Что так оно и будет Что осознают Что к нам лезть не надо Не хочется доводить До очередной Вот победоносной Такой армии Российской Которая будет освобождать Мир от неонацизма Тут вы знаете Я все-таки ложку дегтя Маленькую добавлю К сожалению Российская армия Сегодня Это мягко говоря Армия Которая когда-то была И вот все эти гимны Да, какие-то победы Которые слагались 60 лет назад Да, 50 лет назад Посмотрите на нынешнюю Российскую армию Посмотрите на нынешних призывников Ну, среди них есть Безусловно Доблестные ребята Которые действительно Хотят защищать Родину Но большинство из них Я отдаю долг Которого не брал Вот это мнение Многих призывников Я пошел сюда Потому что не смог Поступить, допустим В какое-то высшее учебное заведение Люди, которые Безысходности Попадают В ряды солдат Будущих защитников Отечества Которые вообще себе не представляют Что собственно От них требуется И на них внешне смотришь Ну, какой защитник Знаете, вот мальчик Чупачу Большая голова И маленькая-тоненькая Длинная тельца Ну, защитник Отечества Это действительно Большая проблема Российская армия И то, что внутри Российской армии Сейчас происходит Я не буду сейчас Перечислять все эти ужасы Там действительно Все не слава Богу Есть какие-то Наверное подразделения Где все более-менее ладно Но Российская армия Она большая И проблем очень много Если не решать эту проблему Не решать вопрос Российской армии То все будет Мне кажется Очень и очень плачевно Но это вопрос даже второй Потому что сейчас Мир переходит Знаете, в такие Экономические войны Информационные войны Вот ввели санкции Против России Здесь же не бегает Никаких солдатов НАТО Никаких американских солдатов Тем не менее В стране Начинается некая паника 16 декабря в банках Люди были просто в ужасе Там, знаете Как будто апокалипсис наступает И последний ковчег уплывает И вот, пожалуйста Без всяких солдатов Без всякой армии Нам это устроили России, мне кажется Надо уже учиться Тоже овладевать этими методами Ну и, конечно Не забывать Сейчас от России Будут требовать европейцы Действительно Тоже какого-то ответа На то, что там происходит На вот эти вот проблемы И в том числе От России будут требовать Наверное Тоже какого-то участия Тем более даже Генсек НАТО заявил Что Россия Как партнер По борьбе с терроризмом Крайне значимый Союзник, скажем так Но Россия пока Никак это не использует В своих целях Не для того, чтобы Укрепить свое влияние в Грузии А сейчас Россия Крайне важна Опять же, Панкинское ущелье Россия может использовать Этот козырь Не делается Россия пока не сделала Какой-то стратегии По европейцам Ввиду того, что там произошло При этом Розан Кадыров продолжает Немножко провоцировать Европейцев Своими какими-то Грозными заявлениями Махая шашкой Розан Кадыров готов Прискакать куда угодно Вот эти нюансы Они сильно-сильно досаждают Я думаю Нашим интересам На внешней арене Наданочка Спасибо огромное За участие в эфире Не будем больше отвлекать Я понимаю, что там Где-то вот Где мне не видно Сидят люди Которые уже машут Ишь сюда В конце концов Праздничный стол Еще раз Днем рождения Всего-всего побольше Получше Покрасивше И главное Чтобы мир был во всем мире Вот такое пожелание Днем рождения Спасибо Большое спасибо Всего доброго Удачи, Надана Пока Спасибо Дорогие друзья Это была Московская журналист Надана Фридрихсон С которой мы вот так Сумбурненько Немножко пообщались Я думаю Вам было интересно Ее послушать Если да Пишите Отмечайте в комментариях Будем приглашать Надану Комментировать конкретные Локальные какие-то события И вопросы Девушка действительно Очень умная И нашла 15 минут времени В свой день рождения Для общения с нами С вами Всего доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok